Привет! С вами Сойер и сегодня интересная тема. Поговорим как слинковать ассемблерные программы с оси, что такое объектные файлы, что такое ELF формат, как писать на ассемблере, немножко поговорим про оптимизацию на ассемблере, ну и конечно же решим всем полюбившуюся задачку FizzBuzz, которая у нас уже на протяжении нескольких видео в разных вариациях решается. Я надеюсь вам будет интересно, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Ну что, давайте начнем с программы на языке C, с той части, которая будет реализована на языке C, тем более, что всем уже известен алгоритм решения FizzBuzz, но на всякий случай напомню условия. Нужно вывести на экран числа от 1 до 100, и если число делится на 3, выводить слово Fizz, если делится на 5, выводить слово Buzz, а если и на 3, и на 5, то выводить слово FizzBuzz. В противном случае просто выводить само число. И здесь мы начинаем программу со стандартных заголовочных файлов, это Stadia и Inttypes, которые содержат определения из стандартной библиотеки C. И далее мы дополняем еще двумя своими определениями нашу программу, которые идут без реализации. Все дело в том, что Fizz и Buzz будут реализованы на языке ассемблера и далее скомпилированы в объектный файл, который будет подключаться к нашей программе точно так же, как стандартная библиотека C. И, собственно говоря, здесь вам должно стать понятно, что определения из заголовочных файлов, они точно такие же определения, как и наши с вами FizzBuzz. И, соответственно, библиотеки, которые мы подключаем, они организованы похожим образом тому, что мы будем делать в этом примере. Окей, дальше мы определяем функцию Main. Она определена неполной и, наверное, меня сейчас закидают тухлыми помидорами за это, но, тем не менее, этого достаточно для решения данной задачи. Далее мы определяем цикл и уже в цикле стандартные условия с ветвлением, которые определяют срабатывание наших флагов. И если эти флаги срабатывают, тогда мы выводим соответствующие слова на экран. Ну и в конце возвращаем 0, говоря о том, что наша программа завершилась успешно и все хорошо. Давайте попробуем скомпилировать эту программу и поймем, что она выдает нам ошибки. Потому что в данном случае у нас есть только определение функций FIS и BAS, но никак не определены ссылки на них. То есть не знает компилятор, где взять реализацию этих функций, поэтому нам их нужно реализовать и подсунуть к компилятору. Как это сделать? Смотрим далее. Прежде чем перейти к коду на ассемблере, нужно понять, что для того, чтобы мы могли скомпоновать два файла, в Linux предусмотрен формат ELF64, который расшифровывается как исполняемый и компонуемый формат данных. И в этом формате есть описание для исполняемых файлов и также для подключаемых файлов. И в нашем случае у нас будет из ассемблерных файлов формироваться статическая библиотека, которая будет подключаться на этапе компиляции к основной программе. И здесь также стоит отметить, что важным понятием в этом формате является понятие символа. Это символьная ссылка на адрес памяти, которая может содержать либо переменную, либо название функции. В нашем случае символы будут использоваться для указания на функцию. Давайте посмотрим на функцию FIS на языке ассемблера. Сразу скажу, что писать на ассемблере сложно, а комментировать еще сложнее. Поэтому, если что-то будет непонятно, то рекомендую погуглить все непонятное. Можно разрешить, если немножко почитать дополнительно на эту тему. Но я постараюсь все объяснить максимально понятно. Все начинается с определения символа FIS, который является именем функции и, собственно, информацией для линковки. То есть именно по этому названию у нас будет линковаться сишная функция с функцией на языке ассемблера. Дальше мы указываем секцию текст. Это секция, в которой сохраняется исполняемый код. Ну и здесь вот приведено содержимое функции FIS. Обратите внимание, здесь нет пролога и эпилога. Здесь нет никаких канареек. И это сделано осознанно для того, чтобы упростить ассемблерную часть программы. Мы контролируем всю программу, поэтому знаем, что никак эта программа не повредит, никак стэк мы здесь не затрагиваем и ничего нигде опасного не делаем. В реальных программах, конечно, всегда делается пролог и эпилог. Что это такое смотрите на канале, я об этом уже рассказывал. Ну, также еще есть и про красную зону немножко информации, тоже можно посмотреть. Теперь непосредственно текст программы. Начинается все с того, что мы хотим получить вот этот первый параметр. В Linux для этого используется соглашение вызова System 5, которое говорит о том, что вот этот первый параметр, как и последующий путь, хранится в регистрах. И вот первым регистром, который хранит параметр, будет RDI. Но в нашем случае нам достаточно младшее его части, и поэтому мы используем регистр EDI. Далее мы перекладываем его в значение EDI в регистр EIX. Для чего это сделано? Потому что мы будем использовать команду деления idiv. И она берет делимое из пары регистров EDX и EIX. А делитель берет вот собственно из того места, которое мы укажем. Мы будем использовать регистр EBX. Туда мы положим значение 3. И собственно вот эта команда выполнит вот такое действие. Но так как у нас EIX 32-битный регистр, то нам его нужно расширить. То есть расширить до 64-бит, которые хранятся в EDX и EIX. И для этого мы используем команду CDQ. В общем это все для того, чтобы подготовить нашу функцию к делению. Дальше после того, как деление выполнено, в соответствии со спецификацией, у нас результат кладется в EIX. Если ему не хватит места в EIX, смотрите в спецификации, что произойдет. Мы в нашем случае знаем, что точно хватит, поэтому нас это не интересует. Остаток от деления сохраняется в EDX. И соответственно для того, чтобы нам выполнить нашу проверку. А проверку мы хотим сделать, напоминаю, вот такую. То есть N делится на 3 без остатка. То есть мы хотим разделить, а потом сравнить с нулем. Поэтому нас интересует остаток, который хранится вот здесь, в EDX. Дальше мы перекладываем его в EIX и делаем вот такую хитрую команду test, которая делает логическую операцию i. И получается EIX делаем саму на себя. Это стандартная проверка на то, что в EIX хранится 0. Потому что кроме того, что делается логическая операция i, флаг ZF взводится в единицу, если результат равен 0. Так как такое возможно только в случае, если у нас EIX равен 0. Во всех остальных случаях у нас значение никак не изменяется, когда мы делаем логическую операцию i саму на себя. Поэтому ZF взведется в единицу только в том случае, если EIX был нулем. Далее мы используем еще одну хитрую операцию setE, которая взводит AL в единицу, если на предыдущем шаге ZF был взведен в единицу. То есть если EIX был нулем, тогда в AL запишется 0.1H. А в противном случае запишется 0.0H. Ну и дальше мы выполняем команду mof.zx, которая перекладывает AL в EIX. Но для чего это сделано? AL у нас это младшая часть EIX, и если EIX 32 бита, то AL 16 бит. Так вот, в старшей части у нас может быть мусор, хотя мы точно знаем, что его там быть не должно. Но тем не менее, мы на всякий случай берем и делаем копирование содержимого регистра AL в EIX с расширением до 32 бит. И таким образом, если у нас в EIX был 0, то у нас в AL запишется 1, и здесь мы соответственно в EIX эта 1 сохранится. И опять же, по соглашению о вызове мы знаем, что вот этот результат, он берется из регистра EIX. Поэтому мы делаем return и знаем, что вот здесь наша C-шная программа получит либо единицу, если у нас был 0, либо 0, если здесь было 1 или 2. Напомню, что остаток отделения на 3 может быть либо 0, либо 1, либо 2. Окей, и на этом все заканчивается. Вот так сделана эта операция. И далее мы рассмотрим операцию с оптимизацией вот этой части. У меня есть хороший товарищ Валерий Лис, он классно разбирается в ассемблере, в процессорах. У него в свое время был офигенный канал на YouTube. Жалко, что он ушел с YouTube. Если вернется, это будет большое-большое приобретение. Но вот он сделал классную оптимизацию, которую я хотел бы рассмотреть на примере функции BAS. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на функцию BAS. BAS выглядит иначе, но пересечение значительное с первым вариантом. И сейчас сравним, в чем разница. Как вы видите, символ изменен. Здесь используется символ для линковки BAS. Дальше идет секция текст. Часть с делением одинаковая, за исключением того, что используется значение 5. А вот проверка на деление с остатком равным 0 немножко другая. Она сложнее, сложнее для понимания, но на одну команду короче. И эта прелесть ассемблера всегда можно сделать максимально идеально для соответствующей архитектуры процессора. Использовать какие-то определенные дополнительные команды, либо еще как-то оптимизировать. В общем, в этом и смысл ассемблера, что здесь можно максимально близко к железу писать. Напомню, что проверка выполняется вот такая. Что здесь происходит? Ну, смотрите. Разделили. В EDX у нас сохранился остаток. Остаток здесь может быть либо 0.1, 2, 3, 4. Так, то есть вот только 4, 5 вариантов остатка может быть в EDX. Дальше мы делаем вычитание EDX минус 1. Это бессмысленно для вот этих вариантов, потому что здесь мы получим 0, здесь 1, здесь 2, здесь 3. То есть единственное, для чего нам это надо, вот для этого варианта. Когда мы из 0 вычтем 1, мы взведем флаг CF. И вот этот флаг нас интересует. Вот в этих случаях он будет равен 0, вот в этом случае он будет равен 1. Дальше мы используем вот эту команду SBB, которая выполняется с регистром EAX. И она на самом деле выполняет следующее. Она выполняет вычитание EAX из самого себя. То есть мы указали опять же EAX самого на себя. Это, кстати, часто, когда регистр указывается сам на себя для того, чтобы взвести или использовать какие-то флаги. Вот здесь как раз это задумка использовать флаг. Получается, вот эта часть всегда равна 0. Вот эта часть равна 0, вот в этих четырех случаях. И равна 1, вот в этом случае. Соответственно, когда у нас был результат деления равен 0, у нас будет возвращено значение минус 1. Она будет выглядеть следующим образом. А если у нас результат был положительным числом, больше 0, тогда будет возвращен результат 0. В результате выполнения этой команды. И вот здесь нам все, что нужно, это вот эту минус 1 превратить в 1. Ну а 0, он не изменится, если мы поменяем ему знак. Поэтому мы используем команду NEG, которая выполняется над регистром EAX. И если он был отрицательным числом, делает его 1. А если он был 0, то 0 и оставляет. И так как этот регистр используется для возврата из функции, то, собственно говоря, мы его и возвращаем. То есть мы просто взяли и на том факте, что у нас меняется флаг при вычитании, построили нашу проверку на то, что деление произошло с остатком или без. И оно делает ровно то же самое, что мы сделали вот здесь в четырех командах. Это вот получается такая оптимизация. Окей. Давайте теперь скомпилируем. Посмотрим, что все работает. Компиляцию сделаем одной составной командой. Здесь она как раз влазит на экран. В общем, что здесь происходит? Во-первых, я FISBUS два ассемблерных файла слил в один. И дальше с помощью ассемблера и с указанием формата ELF64 ассемблирую в объектный файл, который мы будем статически линковать с нашей программой на языке C. Для того, чтобы, соответственно, скомпилировать и сделать линковку, используется компилятор языка C. И здесь мы указываем имя программы на языке C и объектный файл, который получили в результате ассемблирования. Ну а дальше здесь я не указал, куда выводить результат, поэтому используется в линуксе стандартное создание файла A.out, который является исполняемым. И его мы, собственно говоря, выполняем. Это сделано как раз для сокращения места, чтобы все влезло на экран. Поэтому можно было бы указать вывод в какой-то другой файл, но это уже не важно. Теперь запускаем программу и видим, что все работает корректно. То есть у нас ассемблерные флаги работают правильно, у нас язык C отработал корректно. Для 99, как и положено, выдается FIS. Для 90 выдается FISBAS, потому что 90 делится и на 3, и на 5. Для чисел, которые не делятся на 3 и на 5, выдается, соответственно, само число. Все в столбик, все здорово, все работает. Ну, вот так можно было бы решить эту программу с ассемблером и языком C. Конечно, это чисто учебный пример, и в реальной жизни так никто не делает. Но, тем не менее, надеюсь, вам было интересно посмотреть, как линкуются ассемблерные файлы с помощью статических объектных файлов к языку C. И вы узнали что-то новое. Ну, а с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.